Продолжение следует... Мы пропустим общую теорию, но все вы знаете, что с 2020 года, согласно докладу Global Cancer Statistics, рак молочной железы вышел на первое место, абсолютно первое. И тема эта является одной из наиболее, наверное, актуальных в современной онкологии. Есть огромный прирост и в абсолютных, и в относительных цифрах. И в связи с тем, что население наше живет дольше, в настоящее время мы имеем больше пациентов в пожилом возрасте, большую заболеваемость в среднем возрасте. И в настоящее время все более и более востребованы операции с возможностью выполнения реконструкции, поскольку социальный статус наших пациентов уже меняется. Вот это данные по Нижегородской области, есть распределение пациенток по возрастным группам. И, как вы видите, фактически вот эти две группы возрастные, более трети сектора составляющие, это пациентки точно, которые потребуют того, чтобы молочная железа была сохранена или восстановлена. Но и в значительной степени желтый сектор, и даже отчасти сиреневый сектор данного круга зачастую просят хирургов о сохранении или восстановлении молочной железы в случае необходимости ее полного удаления. Особое хочется внимания уделить пандемии, которая, к сожалению, нас поразила. И вот данные по Нижегородской области, обращаю ваше внимание на вот эти цифры, красным выделен 19-й год, и вы видите, насколько больше было выявлено рака молочной железы, и насколько меньше в 20-м, в связи с тем, что больные не обращались. И мы понимаем, что они заболели, и обратятся к нам с более распространенной стадией и вероятность большего количества востребованных реконструктивно-пластических операций. В идеале они должны распределяться примерно по одной трети. Известно вам все вот это традиционное распределение оперативных вмешательств. И касаясь конструктивно-пластических операций, мы говорим о том, что применение алломатериалов различного рода экспандеров и имплантов имеет ряд достоинств. Они абсолютно доминируют во всех мировых статистиках, в американских, европейских, и, как мы увидели сегодня, и у наших китайских друзей. И в настоящее время достоинства этих методов общеизвестны. Это малая травматичность, небольшая продолжительность и отсутствие риска тяжелых послеоперационных осложнений. Главное, что вам угрожает, это утрата восстановленной вами груди, что всегда неприятно. И, в общем-то, это говорит о том, что цель операции не была достигнута. Недостатки операций с использованием алломатериалов также известны. Это трудности воссоздания симметрии, естественного птоза, анимационной деформации, коррекции здоровья молочной железы и риск экструзии имплантов-экспандеров. То, что сегодня у Олега Николаевича позвучало в предыдущем выступлении, это препекторальная установка. Вот эта субпекторальная установка — довольно хороший результат. Двусторонняя мастектомия с реконструкцией алломатериалами, установленный под большой грудной мышцей. Вот так пациентка выглядит в спокойном состоянии вполне прилично. И вот в случае, когда она напрягает мышцы грудной стенки, вот такой вот получаем некрасивый и, можно сказать, уродливый результат вследствие анимационной деформации. Поэтому в 2017 году мы приняли решение о том, что мы будем уходить по возможности от укрытия имплантов или экспандеров от применения большой грудной мышцы и других мышечных субстратов при отсутствии острой необходимости в таковом. Экструзия импланта — это самое грозное осложнение, которое есть. Вот такие вот данные были взяты нами из интернета. И, к сожалению, все хирурги, кто занимается реконструкцией, с этим сталкиваются. И главная задача — уйти по возможности от этих осложнений всеми имеющимися у нас способами. Процент экструзии имплантов при одномоментной реконструкции колеблется в достаточно больших пределах. Как вы прекрасно знаете, в настоящее время лидирует концепция DTI, Direct to Implant, что означает непосредственно и быстрое установление импланта без такой-либо предварительной экстенции. Ну и вывод, к которому мы пришли при формировании, при выборе метода исследования, метода реконструкции, это использование так называемого протективного временного интервала между удалением ткани молочной железы, сохранением кожи и церково-арьерного комплекса, и установкой, собственно говоря, импланта перманентного сразу, без какого-либо дополнительного укрытия. Что нам дают эти две недели? Эти две недели дают нам возможность отдохнуть, если так вульгарно выражаться, кожному конверту, восстанавливается его питание, увеличивается толщина этого кожного конверта, и когда мы устанавливаем туда перманентный имплант, это абсолютно уже другой кожный конверт. Это наша первая пациентка, которую мы рискнули выполнить. Как вы видите, она не идеальна, может быть, для реконструкции, но, тем не менее, мы сделали операцию по этой методике и получили вот такой результат. Результат нам показался обнадёживающим, и в дальнейшем мы выполним таких уже более 400 операций. Вот это ещё одна пациентка, ей 49 лет, через две недели после первой операции, ей установлен имплант. Вот так она выглядит через две недели, вот так она выглядит через 4 месяца. И в дальнейшем в связи с продолжающимся фтазированием, естественным образом, перманентного импланта внутрикожного конверта, эстетический результат улучшается. Конечно, может быть, это не грудь для подиума, но это та грудь, к которой она привыкла, и отсутствие необходимости в симметризирующей операции является, в общем-то, большим преимуществом. Другая пациентка, 31 год, но вы видите, что кто-то у неё присутствует, односторонняя операция. Вот так не очень красиво это выглядит после первого этапа, и вот так вполне себе симпатично выглядит это через 6 месяцев после пополнения второго этапа операции. Ещё одна пациентка 45 лет с БФСЕ-мутацией, радикальная мастектомия с одной стороны, с профилактической мастектомией, с другой. Вот такой результат на промежуточном этапе после удаления ткани молочной железы. И вот такой окончательный результат. Если вы сравните, то, что было до, что мы получили после, может быть, даже после, выглядит несколько лучше. Потом мы, так скажем, осмелели и стали ставить... Если вот, скажем, Олег Николаевич говорил о том, что есть какая-то селекция больных для выполнения операций реконструктивных с установкой препекторальной перманентных имплантов, то мы в своей практике вовсе не делаем никакого выбора, не сообразуясь ни с телосложением пациентки, ни с конституцией, ни с размером молочных желез, считаем, что данный метод можно провести фактически у любой пациентки. Вот это 34-летняя пациентка с большими молочными железами. Вот она до операции. Объём молочных желез около 700 мл. И вот она после выполнения реконструкции. И установлены импланты метр 680 си. И, как вы видите, всё зажило хорошо. И даже проведённая послеоперационная лучевая терапия не испортила нам результата, который я обязательно вам покажу, потому что пациентка, в общем-то, не типовая. Ну вот она же, эта же пациентка. В чём выигрыш этой методики? Вот вы видите, коллеги, то, что мы видим при выполнении второго этапа операции. Вот этот некроз, который демаркировался, и он виден, он бы, естественно, произошёл бы при любом стечении обстоятельств, если бы мы, например, установили имплант сразу. Но если бы мы установили имплант сразу, этот некроз привёл бы обязательно к утрате импланта, чего нам удалось избежать благодаря тому, что мы операцию делали отсрочно. Финансовые аспекты, о которых мы не можем не говорить, в настоящее время, согласно нашей договоренности с фондом обязательного медицинского страхования, все эти виды лечения являются абсолютно выгодными для медицинского учреждения, в котором проводится. Как вы видите, финансовый профит составляет минимум 50% от потраченных на лечение пациентки денег. Вот к 1 января 2020 года мы произвели подсчёты выполненных операций, и 318 операций на тот момент было выполнено, в настоящий момент гораздо больше. И утеряли мы на 318 операций всего 9 имплантов, что составило 2,83%. И я поставил здесь графу, что 176 вмешательств было выполнено врачами, не имеющими опыта и диплом пластических хирургов, опыта выполнения до этого реконструктивно-пластических операций, и тем не менее результаты были хорошие и отличные. В настоящее время мы применяем вот 3 таких основных доступа, и, в общем-то, вы видите, что и при таком интересном доступе пара реолярном, дугообразном тоже получается хороший результат. При установке пациентка не молодая, 53 года, но результат хорош. Ещё одна пациентка 440 сессии, 57 лет. То есть в настоящее время возрастная группа пациенток, к которым мы применяем данную методику, у нас абсолютно любые. То есть все те пациентки, которые желают получить реконструкцию молочной железы, её получают. Количество осложнений небольшое. В основном связано с послеоперационными различного рода геморрагиями, что связано с тем, что эластическую компрессию в данной группе больных мы применять не можем. И очень много пациенток проходит на одеванту порихимиотерапии, которая, как вы знаете, зачастую приводит к повышенной кровоточивости тканей. Значит, в настоящее время мы всё равно хотим улучшить результаты. Мы хотим определить оптимальный срок для выполнения второго этапа операции, потому что в ряде случаев мы видим, что реконструкцию можно выполнить уже через неделю. Ткани в прекрасном состоянии, можно ставить имплант. В ряде случаев мы видим, что и двух недель недостаточно, что нужно подольше подождать для того, чтобы безопасно установить имплант. Мы производим эфоскопию, исследуем раневую жидкость. Вот звёздочками отмечены две точки, где проводится ультразвуковое исследование, определяется толщина кожного конверта, кровоток. И в настоящее время мы на этапе анализа полученных результатов. Я надеюсь, на Ромовском конгрессе доложить уже наши соображения по этому поводу, по данным нашего уже более тонкого обсчёта. Мы исследуем физиологическую жидкость, определяем клеточность, количество лимфоцитов из нафилоплазматических клеток, биохимические характеристики. На данном слайде представлен алгоритм, но это уже не так важно. И проводим лечение этого кожного кармана, если видим, что есть проблемы. Оптимальные комбинации мы считаем применение допущенных препаратов, это ремоксол с пентоксифилином в количестве пяти введений, и далее мы смотрим в динамике, получили мы какой-то ответ или нет. Пока я не готов представить результаты, тоже на стадии анализа. Что делать, если всё-таки происходит экструзия и при нашем вот этом методе? В ряде случаев достаточно иссечь дефект на дренаже. В ряде случаев, если мы видим, что это невозможно, мы меняем, не ставим имплант, а можем установить экспандер Беккер-35 в ненаполненном виде, и совершенно спокойно его в дальнейшем заменить на перманентный имплант. Или же, если невозможно всё-таки спасти данный кожный конверт, выполняется реконструкция отологичными тканями. Но вот эта пациентка после как раз неудачной установки отсроченной реконструкции перманентным имплантом, 57-летняя пациентка, через полгода после операции мы установили ей экспандер Беккера, и вот как Беккер-35, и как вы видите, в общем, получили вполне неплохой результат. Но это то, чем мы сейчас занимаемся, я не буду останавливаться. Итак, преимущество нашей методики. Метод реконструкции безопасный, предсказуемый и стандартизируемый. Главное условие — это хорошее взаимодействие с администрацией вашего учреждения, которое у нас, слава богу, есть. И благодаря этому вы должны иметь, конечно, полноценный склад имплантов для того, чтобы иметь возможность подобрать именно то, что нужно. Биопсия сигнального лимфоузла — это та прекрасная опция, которую мы сейчас очень широко применяем. Но что дело в том случае, если мы получаем метастаз в сигнальном лимфоузле? Отлично. Это тоже подходит для нашего метода, потому что во время установки импланта одновременно выполняется и лимфодисекция в необходимом объёме. Следующий момент — это если мы делаем биопсию соска, и при плановом гистологическом исследовании получаем рост опухоли в области соска. В таком случае также во время второго этапа при установке перманентного импланта мы можем удалить сосок молочной железы с последующего реконструкции. Низкий процент экструзии, как я уже показал на предыдущих слайдах. Возможность отсрочного принятия решения о выборе алого материала. Если мы видим, что краевой некроз достаточно выражен, мы можем поставить экспандер с последующей заменой имплант, также при пикторальной плоскости. Более прецизионный по сравнению с другими методами алгоритм подбора имплантов, потому что если пациентка имеет значительный ПТОС, мы используем текстурированные импланты, если нет ПТОСа, прекрасно идут полиуретановым покрытием импланты. Поэтому мы избегаем симметризирующих операций, и, как я уже говорил, привлекательная финансовая сторона вопроса. Недостатки метода также есть, но это, прежде всего, волны, с которыми мы сталкиваемся довольно часто. Это в связи с тем, что недостаточное количество покровных тканей и кожи, когда она не изменена, не воспалена, нет фиброзной контрактуры капсулярной, то тогда она иногда взбаривается, имеются классические волны. Метод решения вопроса — это применение липофилинга. Длительно существующие серомы при установке... Алексей Юрьевич, я прошу прощения, у нас регламент. Всё, заканчиваю, Пётр Владимирович. Значит, недостатки представлены на слайде. Естественно, если предстоит лучевая терапия, коллеги, нужно предупреждать пациенток о том, что, возможно, понадобится менять имплант. Ну, и это уже детали. Поэтому, ставя вопрос, является ли данный метод реконструкции лучшим вариантом, можно отвечать на этот вопрос и да, и нет. Но в настоящий момент мы видим скорее больше предпочтений у данной методики, нежели недостатков. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok